Отечественные предприятия экспортируют в Россию довольно много продукции. В топе вот уже который год сельхозпродукция, руда и текстиль. Это один из крупных торговых партнеров страны. Продукт сельского хозяйства, продукт швейных изделий. Мы всегда экспортируем в Россию. Основным экспортируем. Где-то 60%, даже 70% мы экспортируем в Россию. А сейчас надо работать в этом плане. Надо усилить. У нас 60% населения живут в сельской местности. В основном у нас сельская продукция открывается во всех районах, в малых городах предприятия сельского хозяйства. Обрабатывающие промышленные предприятия открываются. Вот как раз их продукцию мы должны экспортировать в Россию. Кыргызстан и Россия сегодня сотрудничают по всем направлениям, как двусторонних отношений, так и в составе международных интеграций. ЕАЭС, к примеру, объединение хоть и молодое, а уже стало важным игроком в мировой экономике. Исполняющий обязанности президента, спикер парламента Талант Мамытов в минувший вторник обсудил развитие интеграции с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Мамытов отметил необходимость расширять внешние торгово-экономические связи ЕАЭС. Для этого важно снятие барьеров и других ограничений внутри самого Союза. Встреча на соседаниях Евразийского экономического союза в режиме видеоконференц-связи обрели стабильный характер. Это, безусловно, сказывается на принятии решения многих вопросов стран Союза и деятельности Союза в целом. Формирование и развитие Союза реализуется, несмотря на воздействие глобальных экономических вызовов. И к настоящему времени ЕАЭС является одним из наиболее молодых и быстро развивающихся интеграционных экономических объединений в мире. Между странами сложился союзнический и стратегический характер отношений. Стороны не раз сообщали о готовности продолжать максимально эффективное взаимодействие. Пять лет назад для поддержки отечественных бизнесменов и развития экономики страны был создан Российско-Кыргызский фонд развития. На его поддержку могут рассчитывать предприятия и стартапы, создающие востребованную за рубежом продукцию под брендом Made in Kyrgyzstan. Россия таким образом выступает одним из крупнейших инвесторов. И сегодня уже товары под маркой сделаны в Кыргызстане. Они, в общем-то, их уже даже рекламировать не надо. Все знают, что это качественная продукция. Конечно, необходимо инвестиции в сельхозпереработку. Сегодня работает, кстати, Кыргызско-российский фонд с объемом бюджета у него где-то примерно миллиард долларов. И этим фондом выделяются средства на подобные проекты. Но я думаю, что помимо фонда, если бы сюда пришли российские инвесторы, мы бы уже знали своих получателей продукции в регионах. Что еще немаловажно, Кыргызстан и Россию связывают давние исторические отношения. А сразу после обретения независимости страны провозгласили стратегическое партнерство и союзничество. Не раз было отмечено, что многоплановое сотрудничество с Россией бесспорно является приоритетом внешней политики Кыргызстана. А я Надюшикеева, Чингас Джумагулов, Аллату, 24.